Рейд по незаконной торговле прошел на улице Текстильщиков. Продавцы работают без сертификатов, устанавливают торговые точки прямо на проезжей части. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. У вас должно быть разрешение, либо аренда земельного участка, либо что-то. Здесь оно не санкционировано от торговли. Ахмед Мустафеев занимается торговлей в Вологде уже не первый год. При этом торговец не имеет ни лицензии предпринимателя, ни разрешения на продажу овощей и фруктов в этом месте. Несмотря на то, что знает закон, мужчина установил свою торговую палатку прямо на пешеходном переходе проезжей части. Объясняет, другого места не нашел. Сотрудники полиции Департамента экономического развития Вологды рейды по местам незаконной торговли проводят регулярно. В том числе и по просьбе жителей. Жалобами в Алакжане обратились в Центр по работе с населением. Ведь торговцы не только нарушают закон и санитарно-гигиенические нормы, но еще устраивают свалку рядом с местом торговли. Эти люди устраивают в домах напротив комплексы Петрозаводский несанкционированную свалку. Вот остатков своей сгнившей продукции из коробок, из картонных тар. Это ведет не только к загрязнению микрорайона, но и к угрозе возникновения различных заболеваний. По словам специалистов, большинство нестационарных торговых точек работают в городе незаконно. Они не платят налоги и, самое главное, подвергают риску покупателей. Несмотря на то, что мест для законной работы в Вологде достаточно. Торговые площадей по городу превышают норматив на сегодняшний день практически в четыре раза. То есть мы хотим, чтобы она, торговля, вся была законная, вся она была в объектах стационарных, либо не стационарных объектах, но оборудованных. То есть в первую очередь это будет и безопасность населения. И самим вологжанам специалисты советуют задуматься, какие овощи и фрукты они приобретают. Большинство жителей – за качественный товар и на законных основаниях. Антисанитарные условия, во-первых. Неизвестна продукция откуда, без сертификатов торгуют. Но некоторые палатки, которые вот здесь вот закрылись сейчас, значит они торгуют не честно. Вот убрать тогда их. Только за 2012 год, за нарушение правил уличной торговли, в Вологде было составлено более тысячи протоколов. Все незаконные торговцы наказываются штрафом. И рейды по местам несанкционированной торговли в городе продолжаются. Иван Волков, Антон Лукьянов, Вологда Портал.